Добрый день, Эдра Ефимович! Мы находимся в библиотеке музыки Гаварда, Лобе Music Library, где ваша коллекция записей сейчас находится. Скажите, пожалуйста, что вы такое передали в Гаварде? Это якутская часть моего собрания народных записей народной музыки. Остальное ушло в разные места. Когда мы вдруг решили уезжать, то якутскую часть коллекции я оставил в Якутске, а остальные передал, сколько возможно было, передал в Пушкинский дом в Питере, в лучшее собрание фольклорных материалов, аудиозаписей в России. Туда пошли записи, которые я делал в разных регионах, в разных республиках. Кое-что осталось на фирме «Мелодия», что-то там осталось, сохранилось в союзе композиторов, в фольклорных комиссиях. Ну, в общем, здесь сюда попала только якутская часть, которую долгое время сохраняли в Доме народного творчества в Якутске. «Научно-методический центр народного творчества и культ просвет работы». Так, кажется, он назывался очень сложно. Он потом много раз переделывал свое название, переорганизовывался. Но это целая история, это детектив, если рассказывать о том, как эта коллекция попала сюда. Об этом отдельно можно поговорить. Хорошо. А кто занимался сбором? Ну, я, прежде всего, сам. Но, должен сказать, что мне посчастливилось работать во многих комплексных совместных экспедициях. Я вообще очень любил работать в коллективе. И когда стал уже постарше, брал с собой аспирантов, студентов. Это важно. Это важно, да. Ну, потому что я любил работать в коллективе, но любил работать на руководящих постах. Конечно же. А вообще, серьезно говоря, значит, у меня были очень хорошие поездки, очень хорошая работа. Я старался создать коллектив из филологов, этнографов. Ну, кто там еще были. Археологи иногда были даже совместно. Мы работали в экспедициях. Звукоинженеры, конечно. Да. Это очень важно было. Я приглашал, когда только можно было, звукоинженеров с хорошей аппаратурой. Ну, и даже иногда... Ну, фотографы, конечно. Вот. И даже иногда журналистов приглашал. С какими людьми вы работали? Ой, с замечательными людьми. Народные песни. Санжи Каляева, Константина Редженова. Были много... Ну, конечно, я не говорю сейчас про Якутию. Там я работал со многими людьми. Начиная от Саруна Малона, с которым мы вместе были в 66-м году. В Татнинском районе на его родине работали. Вот. Вот. На север мы летали... К северным Якутам мы летали с замечательным детским поэтом Константином Туярским. Кивенком Якутии ездили вместе с Кептуке Варламовой, известной сейчас исследовательницей и писателем эвенкийским. Ну, в общем, много было замечательных встреч, замечательной совместной работы, и много было народных музыкантов, которые были как бы гидами в экспедиции, которые сотрудниками были в экспедиции, которые опекали меня и возили, куда они считали нужным. Например, был такой великолепный хамусист Лука Николаевич Турнин, который у себя на родине в Татте. Ну, со мной объехал зимой на тракторе и на тракторных санях, и вообще во всех их трудных условиях. Но это можно отдельно много вспоминать. Ну, кто Ольга Иванова, с которой мы работали в первой экспедиции, замечательная песенница, композитор, знаток и исполнитель народных песен. Много было, много. Вы в Мегино-Хангаласке с кем-то работали? А, да-да-да, это родина моего отца, и там жил замечательный знаток якутского фольклора Алексей Леонтьевич Попов. И вот с ним мы очень много работали. Я еще хочу обязательно вспомнить Петра Николаевича Попова. Это великолепный фольклорист, очень глубокий, очень интересный мастер-практик. Мы с ним работали в поле много раз, а потом доводили до ума наши записи уже дома. Или у нас дома, или у него дома, или на даче на Сергеляхе. Там было очень комфортно работать, и природа помогала. Да-да-да. Ва-э-бы-е. Ва-бы-е? Ва-бы-е. А, ва-бы-е, да. Ну, там вообще такой универсальный музыкант, фольклорный знаток. Это Прокопий Слепцов. Вот. Это тоже отдельный разговор. Это с композиторами тоже работали вы? Тоже было, тоже было. Мы, например, ездили в День рыбака на севере. Первый раз такой на севере праздновался день. Мы туда ездили вместе с Германом Комраковым, моим соавтором, композитором, и с композитором Николаем Берестовым. С Комраковым мы ездили к Юкагирам. Это одна из первых таких серьезных экспедиций была, материалы которой изданы. И материалы, которые здесь хранятся теперь, в Гарварде. И Кевенком в Южной Якутии тоже. Тоже, тоже было, тоже было. Вот я называл Кептуке Варламову. Вот вместе с Андрисом Слапинсом, с, к сожалению, рано погибшим латвийским оператором и режиссером, мы были у Ювенков в Южной Якутии. У нас была такая специальная тогда поездка, экспедиция. Мы снимали фильм о сибирских шаманах. Этот фильм вышел первый раз в 82-м году. Потом он много раз переделывался. До самой смерти Андрис его переделывал. Он существует в разных копиях, но в очень плохом качестве. Вот, сохранился в плохом качестве. Сейчас надо его реконструировать, обязательно его надо восстановить. Это проект, который я сейчас стараюсь продвинуть. Это, наверное, не все, потому что были и народные певцы. Вы можете вспоминать, вот какие народные певцы вы записывали? Ой, ну это за 50 лет можно было много ничего не вспомнить. Ну что с голову? Я хочу сказать, что в моей коллекции есть записи других фольклористов. Да, вот моих, к сожалению, покойных уже учениц, очень известных якутских фольклористов. Наде Николаевой, Галины Алексеевой. Записи, они мне многие присылали свои копии. Иногда даже оригиналы у меня были, совместных записей. Вот эти записи тоже здесь в Гарварде отчасти сохранились. И не только якутские записи, но записи других фольклористов, которые иногда мне передавали свои материалы. Вот, например, был такой выдающийся ученый Владимир Гашовский, Владимир Леонидович Гашовский, украинский, закарпатский ученый. Он незадолго до смерти, он мне передал свою пленку, старую пленку, которую он когда-то записывал на Северном Кавказе. Чехов и Греков. Вот. И он, как мне сказал, ты знаешь, я, наверное, ничего уже не успею с этой пленкой сделать, а может быть она у тебя сохранится, может она кому-то придадится. И так на самом деле получилось. Так получилось. Она, конечно, очень старенькая пленка и очень некачественная. Но я думаю, что это интересный факт, потому что эти народы, греки и чехи, не так-то их сейчас много осталось в Советском Союзе, в России. Что я хотел еще сказать? Кого вспомнить? Да, вот украинский фортиорист был еще такой, Владимир Матвиенко. Он делал для меня несколько подборок украинских народных песен, своих записей и присылал мне, передавал мне. Но это было на такой ужасной пленке. Уже тогда он делал копию, у него было очень плохо с аппаратурой, с пленками. И эти пленки, к сожалению, рассыпались. Вообще так много всего пропало. Ужас. Но что-то все-таки сохранилось. И часть из этого попала сюда. Для каких целей это все? Для каких целей я все записывал? Да. Но знаете, чтобы за хорошие деньги продать Гарвард? Конечно. А если серьезно говорить, я не очень понимаю ваш вопрос. Скажите. Но я же фольклорист. А задача фольклористов – это все собирать, все сохранять. И поэтому вот так вся жизнь была посвящена тому, чтобы собирать, собирать, что-то сохранять. Но для этого есть в голове какие-то идеи, что будет потом? Да. Именно. Конечно. Но если бы эти идеи приходили вовремя, а то мне часто приходят после, когда уже поезд уходит. Это как инстинкт, да? Да. Собирать, собирать. Собирать, собирать. Но такую сеть забрасывать очень такую мелкую, чтобы потом из этого отбирать то, что надо. И вот я должен сказать, что я сейчас очень рад, что насколько позволяла пленка, я старался записывать все. И разговоры, и контекст, в котором происходила наша беседа, наша работа. И знаете, чем дальше уходят эти времена от нас, тем более ценными эти крохи, вот эти какие-то факты становятся. Вот сейчас я очень жалею, что приходилось из-за пленки, из-за экономии пленки иногда выключать магнитофон. Они же были дорогие. Да, но тогда была дорогая пленка, и иногда в конце экспедиции она кончалась, а самое интересное начиналось в конце. Ой, ужасно. Когда уже запись песен прошла, и когда стали разговоры, и когда интимное, хорошее, дружеское общение, вот когда надо было бы писать все. Это сейчас мы с вами можем говорить сколько угодно, и это все будет записано, и можно потом вырезать, что не надо. А тогда ты не угадаешь, что будет, что нет. Да. Потом ценно. Как долго ваши якутские записи хранились, и где? В чемодане под кроватью. Нет! Правда ли? Правда. Правда. Мы очень много кочевали, у нас иногда квартиры не было, и мы переезжали с места на место. И вот обычно под кроватью у меня стоял чемодан с самым дорогим записями народной музыки. Вот. В самых неподходящих условиях, в жуткой температуре. Я вообще не понимаю, как это могло сохраниться. Это какое-то чудо, что некоторые пленки не рассыпались и остались, и сейчас еще звучат. Вот. Некоторым пленкам уже... Я начал в 1957 году писать народную музыку. Это 50 лет назад. Уже больше. Вау. И они еще некоторые пленки жили. А если бы коллекция осталась в Якутске, как вы думаете, что бы с ней было тогда? Ну, во-первых, мы бы с вами здесь не сидели и не говорили. Это очень жалко было бы. Было бы очень жалко. Но как это попало сюда, в Гарвард, и что бы с ней было, если бы она сюда не попала, коллекция, это трудно сказать. Но слава богу, были такие люди, и есть такие люди, которые страшно были заинтересованы и очень болели за эту коллекцию. Я хочу сейчас сказать большие слова благодарности Надежде Семеновне Толбоновой. Вот когда мы уезжали из Якутска, она тогда еще директор Дома народного творчества сказала, оставляйте все у нас. И была очень-очень мудра в этом совете. Она сохранила это при всех реорганизациях, при всех переездах. Иногда она это, когда она работала после центра вот этого методического и культ просвет работы, она ушла оттуда и стала работать в мэрии, заведовала культурой там в мэрии якутской. И она эти пленки взяла с собой, и она их держала в шкафу в мэрии. А потом, когда она создала замечательный центр якутской духовной культуры, бюрификейшн-центр, центр арчи-диете, вот, это сейчас очень интересное заведение, она стала его создателем-директором, и она все пленки забрала туда. И там они уже стали храниться в более или менее приличных условиях. Вы знаете, было такое трудное время, когда с фольклором стало очень плохо, с фольклористикой. Это начало 90-х годов, вот. И тогда о том, чтобы с этой коллекцией работать, чтобы с этой что-то делать, тогда речь об этом не шла. Но постепенно началась подвижка льдов. Стали опять думать о фольклоре, появились какие-то возможности технические, деньги какие-то получились. Вот. И уже вот в конце, уже в нулевые годы нашего века, теперешнего века, стало возможно что-то делать. И все равно, в основном, так сказать, с помощью энтузиастов. Вот Толбонова договорилась с университетом. Сейчас этот якутский университет называется Северо-Восточный федеральный университет. У него большие возможности появились. Но когда вот Толбонова передала материалы в университет для того, чтобы они оцифровали, за это дело взялся такой Сергей Ефимович Васильев. Вы его знаете. Да, я его знаю. Этот технарь, физик, математик. Но при этом колоссальный просто любитель, просто фанат якутского народного музыкального. Ну, вообще якутского фольклора, якутской культуры. И вот он со своими студентами начал оцифровывать. Переводить это в цифру, в современную пленки. Но, к сожалению, в якутске все-таки не было такой техники, которая позволяла бы работать с магнитофонными записями, сделанными на таких старинных аппаратах, которые сейчас уже вообще нигде не существуют в действующем виде. И самые старые пленки, конечно, они не могли оцифровать. Стал вопрос, как быть. И тут оказалось, что без зарубежной помощи просто не обойтись. Все пленки, какие там были, и все, что можно было оцифровать и скопировать, все это оставалось в Якутске. И осталось в Якутске, и там сохраняется в университете, и в доме Арчи. Но стал вопрос, как же быть с самыми старыми пленками. И вот стали думать, куда их переправить. Где кого попросить сделать настоящую реставрацию этих записей. Стали думать про библиотеку Конгресса. Там, конечно, идеальные условия в смысле современной техники. Почему все-таки вы решили отдавать свою коллекцию в Гарвард? Ну, потому что мы сами попали сюда, в Бостон. А в Бостоне существует один из лучших в мире университетов, Гарвардский университет. Ему уже скоро 400 лет. Вот. И это, кстати говоря, почти ровесник Якутска. Ну, вот. Вот. И у меня с самого начала, как мы сюда приехали, в Бостон, у меня с ними очень хорошие отношения сложились. Они меня пускали во все свои библиотеки, не только в главную. Они вас любят. Не знаю. Я их очень люблю. Да, это правда. Они вас любят. Вот. Это очень важно было, конечно, личное отношение. Тем более, что здесь работала великолепный этномузыковед Вирджиния Даниэльсон. Она заведовала вот этой музыкальной библиотекой и архивом народной музыки, который при этой библиотеке существует. Мы с ней были знакомы по трудам и до этого встречались, еще когда я жил в России, в Советском Союзе. Правда? Я приехал сюда несколько раз, и у нас была с ней встреча. И она очень большой была сторонник того, чтобы мы якутские связи развивали, чтобы якутская музыка была здесь тоже. Ой, слава. Вот. Честно сказать, у меня сначала была идея о библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Они тоже интересовались? Они интересовались. Они интересовались не только якутскими материалами, но и материалами по другим народам. В частности, я когда-то якутские записи и юкагирские, и венские записи посылал замечательному американскому этномузыковеду, легендарному теперь, Аллану Ломаксу. Вот. И они сохранились в его архиве, в колоссальном его архиве. Мы с ним встречались когда-то в Москве. И я ему, несмотря на то, что тогда это не очень поощрялось, контакты с иностранцами, он один из первых фольклористов, который тогда приехал, но я ему передал на глазах у наблюдающих за нами фотографов и кинооператоров, я ему передал пленку с записями вот этой юкагирской и якутской экспедиции. Потом я ему еще посылал, и он это все сохранил. Кстати, я ему послал копию, оригинал, вернее, одной шаманской видеозаписи, кинопленку. Вот я не знаю, сохранилась она или нет, кажется, нет. Это очень старая на любительской кинокамере была сделана. Но факт то, что когда Ломакс умер, этот архив, весь его колоссальный, взяла к себе библиотека Конгресса. И нужно было вот все материалы, которые связаны с русскими, с российскими, с советскими материалами, нужно было писать. И вот откуда у меня контакт с библиотекой Конгресса, потому что я год пытался все это сделать на... Они у него материалы на сорока языках, а это надо было все перевести, так сказать, на английский и вся терминология. Это огромная работа была. Ой, такой труд вообще. Но зато они меня уже знали. И все-таки коллекция попала сюда. И это благодаря Виржине Даниэльсон, которая сейчас уехала в Абудаби работать, но передала, так сказать, заботу о якутских материалах своим последователям. Сари Адамс, которая сейчас руководит этой библиотекой. Лази Вик, которая как раз занимается архивом народной музыки. И началась работа здесь, в Бостоне. Я очень рад, потому что я не должен был бы ездить в Вашингтон, а я могу тут каждый день приезжать в Гарвард и работать в контакте с звукоинженерами. Мы вместе можем сидеть днями целыми. Вы с ними работали в тесном контакте тогда? Все время. Все время. Это уже продолжается несколько лет, когда мы каждую пленку слушаем, решаем, что там. Вот. И как с этим быть, что нужно реконструировать, что нужно реставрировать, что нужно просто оцифровать, как порезать эти пленки. Ну, не пленки резать, а как звукозапись копий, как их препарировать, как их сегментировать, как их описывать, как это вводить в интернет, чтобы это стало доступно всем. Кстати, я должен обязательно сказать об одной хорошей сотруднице Вирджини Даниэльсон. А Донни Гуэри, которая занималась тем, что вводила это в специальную систему, якутские материалы в специальную систему, так, чтобы они были доступны для онлайн-прослушивания. И сейчас вот коллекция моя, она находится уже в такой стадии перехода в виртуальное существование. Замечательное. Вот. И те, кто может пользоваться интернетом, может набрать просто коллекцию Алексеева. И это в любой точке земного шара можно не только посмотреть, что тут есть, а послушать многое из того, что тут есть. Может, потом мы посмотрим, как это делается с Сарой Адам, с Лайзой Вик. Мы можем посмотреть, как прямо это выглядит на экране. Это было бы очень всем помощь. Интересно, да? Да, интересно. Ну, давайте, давайте. Хорошо. Потом мы это сделаем. Хорошо. Что с Вашими записями делают здесь, в Гавриде? Ну, вот я считаю, что здесь делают великое дело, потому что они не просто оцифровывают материалы, а они могут их реставрировать. У них существует, вот, при этом архиве народной музыки существует аудио-презервейшн студия. Вот. И там великолепные, вот, великолепные мастера и замечательная аппаратура. Вот. Брюс Гордон, с которым мы сейчас работаем, вот, это скромнейший человек, но это мастер. Это мастер. Там вообще работают очень хорошие специалисты. Расскажите о содержании Вашей коллекции. Как она организована? Ну, содержание, это, конечно, в основном якутские материалы, но не только якутские материалы, а там есть и венские, и венкийские, и кагирские, и русские старожилы. Там не только аудиозаписи, но там есть и видеоматериалы. Конечно, это уже более позднее, когда появилась у меня видеокамера, такая большая, неудобная. Не то, что у Вас сейчас вот такие вот. Тоска. Но, тем не менее, таскаете, да. Ну, вот я таскал эту камеру в своей экспедиции, и кое-что удавалось, значит, снимать. Это тоже сейчас здесь реставрируется, тоже это оцифровывается, и тоже это станет доступно. Можно еще много об этом говорить, а с другой стороны, это удобнее, чтобы сделали за меня сотрудники. Они за это деньги получают, они должны описывать и говорить, что там с этой коллекцией и как они это видят и сейчас, и на будущее. Здесь ведь такая особенность, архив мировой музыки Гарвардского университета, он, да и все вообще архивы предпочитает хранить не копии, а оригиналы. И поэтому, конечно, очень важно было получить оригиналы старых пленок из Якутска. Всякими путями мы их сюда переправляли. Какими? Какими путями? Ну, кто-то ехал, это же не так, чтобы всю коллекцию сразу везти, а маленькими порциями, чтобы на таможне там не придирались и вообще. Это же такая вещь, там очень сложно вывозить, тем более такие вещи, как оригиналы. Я, может быть, лишнее говорю, но мы свои люди, вы понимаете, что это надо всегда учитывать. Да, да, да. И Надежда Семеновна Толбонова, и ее друзья, и мои друзья помаленьку, помаленьку, помаленьку привезли сюда эти пленки. И здесь существует такая практика в архиве, во всех архивах, но здесь особенно в Гарварде очень беспокоится о том, кто может пользоваться этими материалами. И здесь существует как бы три уровня доступа, три модуса существования для пользователей. Часть материалов вообще как бы закрывается, и ей пользуются только сотрудники, ученые и преподаватели, и студенты Гарварда. Часть материалов обычно идет в доступ, доступно становится всем, кто сюда вообще приходит, ну, как бы в читальный зал, сюда в архив. Вот. А есть такие материалы, которые вообще открыты для всех, доступны всем. И вот когда меня спросили, как бы я хотел, что какие, как бы мои материалы должны быть доступны, кому и как, я, конечно, выбрал наиболее открытый вариант. Я вообще сторонник того, что такие вещи должны быть максимально открытыми. Тут было не до того, чтобы думать там, как я буду выглядеть, или сколько я за это получу или не получу. Так сказать, эти вопросы тут не стояли для меня. Мне очень важно было бы, даже несмотря на то, что со всеми недостатками, которые есть в этой записи, со всеми техническими сложностями. Многие вещи я записывал, когда был еще очень неопытный, не умел ни включать, ни выключать магнитофон, не умел работать с микрофонами. И там это все. И самое главное, что были такие вещи, которые я просто не понимал тогда. Я плохо знал языки народов Якутии. И венский, и венкийский язык русских я более-менее знал. Якутский тоже так более-менее. Но те, кто это знает не понаслышке о якутской музыке, о якутской песне, о песнях народов Якутии, те, конечно, сразу заметят мои пробелы, мои просчеты, мои ошибки. Но меня это мало беспокоит. Мне важно, чтобы все, что можно было, чтобы люди услышали, и чтобы специалисты могли с этим работать. При всех этих недостатках. Наоборот, мне очень хотелось получить помощь этих людей, которые будут работать с этим, чтобы они могли... Замечания свои. Замечания свои сделать. И даже когда меня не будет, чтобы они могли с этим материалом работать. Да. И чтобы этот материал развивался. Вот вы знаете, как устроена Википедия, да? Вы же знаете? Да. Это, кстати, очень хороший такой вариант. Да, да, да. И вот эта ведь коллекция может расти и развиваться, когда она будет онлайн доступна. Да. Люди могут вмешиваться, исправлять, присылать замечания, и сотрудники архива, и сотрудники библиотеки могут корректировать. То есть коллекция и описание ее может все время улучшаться. И вот я очень заинтересован, чтобы это как можно больше специалистов Якутии включилось. Вот почему я сказал, что открывайте все, что можно. Я совершенно не возражаю. Очень хорошо. Это замечательно просто. И как раз больше доступ по всему миру. Ну, доступ развивается, потому что у больше людей, компьютеров и так далее доступ улучшается. Это очень хорошо. Да. Вы хотите еще что-нибудь сказать? Да, конечно, хочу. Я хочу сказать, что я как бы отдаю долг всем тем, кто мне когда-то доверял самое своё сокровенное. И народные певцы, и вообще люди, которые открывали передо мной то, что, может быть, для других они бы не открыли. Не всегда бы открыли. То, что, может быть, и нельзя было в свое время и публиковать тоже, и говорить об этом. Ну, вот о шаманах мы с вами когда-то говорили. Это тоже нельзя было до поры до времени открывать. И вообще я большую часть жизни жил по принципу, что отдашь твое. Я вам уже говорил это. И я вообще не понимаю людей, которые и сам не ам, и другим не дам. Я не знаю, как это сказать по-английски. Ну, это своего рода собаки на сене. Они, значит, и сами сено не едят, и лошадям не дают подходить. А вообще, серьезно говоря, я очень хочу, чтобы эта коллекция работала. Чтобы она работала, развивалась, жила и приносила людям пользу. Замечательно. Спасибо вам большое. Мы очень все, мы все благодарны за эту коллекцию, за то, что находится в Гавриде. Это замечательно, что есть интернетный доступ. Это всем нам очень пригодится. Спасибо вам большое за труд. И что было время рассказывать о том, что есть тут в Гавриде. Спасибо большое. Многие старые записи у меня сохранились только в копиях, в компакт-кассетах. Я их сам оцифровал и готов предоставить их каждому и всем, кто в этом заинтересован. Это как бы мой дар всем. И я, конечно, понимаю, что среди принимающих дары не всегда найдутся желающие заглянуть коню в зубы. Но надеюсь, что таких будет немного. Гарвард не в их числе, конечно. И будут такие, которые не захотят или по каким-то причинам не смогут получить этот дар. Скорее всего, им захочется объявить виноград зеленым. Но я и к этому готов. Чем богат, тем и делюсь. Не очень беспокоюсь, как мои подарки будут встречены. Да, и я, 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 я... Продолжение следует...